всем привет вы на канале крипто комманс и сегодня мы поговорим про очень значимое знаковое событие пересечение двух скользящих средних 350 и двойной 111 скользящий средний которая сигнализирует нам о вершине рынка ребята это индикатор пай сайкл топ кто не в теме значит что вы скорее всего не подписан еще на наш канал и на нашу телегу исправьте эту ошибку срочно вот только что в телеге сделал пост по этому поводу вот на недельном даже на месячном таймфрейме мы видим что этот индикатор в прошлом очень точно нам указывал на рыночные вершины посмотрите здесь была вершина вот здесь и вот здесь как мы знаем эти две вершины это вершины бычьих рынков а вот эта вершина она как бы конечно же внутри одного большего бычьего рынка была но тем не менее если мы посмотрим то тут коррекция была самой вершины до 1 на 76 процентов так что как бы мини медвежьим рынком это можно считать трехмесячным видите двух или трехмесячным поэтому смотрите какой расклад сейчас все будут спекулировать что все этот индикатор никогда не ошибался он точно дал сигнал кстати говоря почему-то я снова не вижу здесь пересечения а вот она только сейчас появилась видите на дневке во-первых смотрите как он работает он работает так когда вот эти два мувинга пересекаются трехсот пятидесятый и двойной 111 мувинг они как правило это делают очень ненадолго вот посмотрите и когда они это делают вот видите это как правило происходит в двух максимум в трех днях от вершины цикла посмотрите абсолютно точно вот здесь была определена вершина буквально в тот же день и потом когда они обратно пересекаются уже и это уже не имеет ничего общего с сигналом не на покупку потому что как мы видим там дальше идет медвежий рынок видите то есть они уже дальше не пересекаются до следующего пика следующего бычьего рынка то есть они как бы предсказывают только пики бычьих рынков здесь тоже если мы посмотрим точно так же они идеально предсказывали ну как бы я сейчас вдаваться не буду если кто хочет об этом видосов много на канале и переводов и мы сами делали да сейчас каждый об этом трубит и бенджамин и олесь все даже тонвейс об этом говорил и вот здесь тоже но суть в чем смотрите да они пересеклись только что вот они пересеклись это горячая новость можно сказать но смотрите они пересеклись во первых только на обычных свечках а если включить хайка наши свечки то они еще там не пересеклись вот эти два мувинга они просто очень очень близко друг другу подобрались но скорее всего завтра пересекутся хайка наши просто более заторможенные свечки там информация еще из вчерашней свечи используется вот тем не менее как бы окей даже если они пересеклись значит ли это что это вершина цикла нет не значит потому что во первых этот индикатор был написан уже после того как у нас были с вами вот эти три вершины то есть он грубо говоря был написан исходя из вот этих трех вершин и этих рыночных циклов больших так что то есть вероятно что она рассчитает правильно сейчас да вероятно но насколько вероятность этого большая то есть она по этой формуле сейчас рассчитывать что вот эта вершина цикла и какие у нас с вами варианты либо ту за дно да медвежий рынок полноценный во что конечно мало верится но этот вариант исключать не стоит потому что все такие супер быки сейчас на лонг настроены возможно что и да второй вариант это двойной или тройной бычий цикл как вот было в первом цикле вот здесь то есть сейчас мы увидим сильную коррекцию или хотя бы флэт какой-то долго будем накапливаться еще и только после этого забросимся наверх куда-то выше двум сотням тысячам или выше даже возможно возможно и третий вариант что этот индикатор ничего не значит и всех сейчас побреют и мы летим в космос и тоже возможно да возможно вполне возможно и как раз сейчас все всех загонят в ловушку этого индикатора все о нем трубят поэтому смотрите это конечно же еще один сильный звоночек в корзину с нашими индикаторами но только по нему сейчас шортить я бы не стал если только с очень коротким стопом как бы лонговать от текущих тоже не ну в общем тут надо смотреть тут надо смотреть и конечно же сейчас гораздо больше наверное всех волнует это не этот индикатор а например binance coin binance coin у нас с вами просто рвет все шаблоны посмотрите на binance coin когда вот он вот здесь сюда взлетал это мы к биткоину его еще смотрим посмотрите вот к разговору альты к биткоину чуваки к разговору об альтах к биткоину вы все спрашиваете как их торговать зачем их торговать вот посмотрите что binance творит к биткоину когда другие альты пойдут делать так же а они пойдут сейчас все спекулируют с сжиганием binance что вот здесь они будут сжигать еще монеты и еще сильнее улетит в космос я бы был насторожен смотрите вот binance qsd я вам здесь еще говорил помните что осторожнее с binance вопросов нет да если бы вы вошли здесь у вас не выбило вот тут по стопу вы бы уже были в хорошем плюсе смотрите еще x2 но каковы шансы что он пошел бы туда или туда в 50 на 50 правильно поэтому а когда вы здесь аккумулируете позу в таком накоплении то тут шансы того что это пойдет сильно наверх ну скажем 70 на 30 или даже 90 на 10 тут смотря вот и я вам говорю всегда аккумулировать вот такие альты так что помните всякие dash и tc и прочее что мы сейчас набираем они все еще вот здесь но может быть вот здесь где-то все еще в начале пути вот binance coin я бы скорее шортил но не прямо сейчас а вот под новость например вашу про то что сжигают монеты знаете стеллар тоже пару лет назад сжигал монеты я сейчас точно не найду наверное где это было но они сожгли половину своего обращения вы можете погуглить сами я не помню точно когда это было но когда они сожгли половину своей капитализации и все ждали тоже что стеллар стрельнет сейчас хотя бы там на сто процентов а он стрельнул что-то процентов на 20 я не помню сейчас где это было но где-то вот здесь так что смотрите все эти новости хайпы я лично не впрыгиваю не в bnb сейчас не в ripple несмотря на то что ripple может тоже иксануть и на вот я в стелларе скорее сижу потому что стеллар догоняет ripple но тоже у меня не такая большая позиция в стелларе но я верю что стеллар идет переписывать баксы наверх куда-то тем более у него time high был всего 0.93 а вот ripple он может конечно сейчас еще сильнее улететь и на 5 и на 10 баксов он туда и летит по ходу но я не стараюсь прыгивать вот здесь несмотря на то что это похоже что это только начало может быть я еще и впрыгну в ripple я подумаю как бы у меня не знаю чё кто жалуется там что дэш на месте стоит и так далее у меня например очень приятный прирост за неделю и за месяц но вот он почти такой же как за месяц такой же и за неделю на всех вот этих альтах которые которые все говорят что мертвые не знаю не знаю чего они мертвые вот как бы спекулятивный портфельчик в кроссе растет прекрасно вообще ссылка на бина с дополнительными плюшками в описании также ссылки на все остальные биржи вот поэтому чё говорить ребят капитализация рынка растет бычий рынок идет но вот у нас есть звоночки в виде этого 5 cycle top и немного тревожный конечно памп bnb такое не к добру не к добру такие пампы они как бы в принципе всегда к дампам любых активов и убитка тоже то что он сейчас растет любой бычий рынок это как бы к медвежьему рынку если чё вот но тем или не да вот мы видим что альтезон капитализация падает в том числе из-за bnb и за рипла из-за вот таких вот товарищей индекс альтсезона показывает что мы в альтсезоне на полную катушку собственно вот мы только-только в него подобрались в альтсезоне это когда мы долго вот в этой красной зоне тусим вот мы тусим в красной зоне уже тусим в красной зоне все мы в альтсезоне вот и тут самое интересное что вот этот индекс мы с вами смотрели здесь справа монетки которые еще не обогнали биткоин и вот мы видим что наконец-то ltc обогнал биткоин спустя несколько дней но все еще отстают bc bsw bitcoin кэш короче bitcoin satoshi vision и вот эти две монеты так что смотрите они пока меньше всего дали грубо говоря впрыгивать в кейк в чилис вход бит торрент сейчас уже бенби тот же в engine в дочь скажем так скорее всего не надо не но если вы на пробитие тренда как бы ждете там десять тысяч процентов они 5 тысяч от кейка то не вопрос но я так не делаю а вот эти монетки как бы которые дали еще там по 100 по 200 всего процентов в целом рассматривать можно к биткоину так что вот еще раз дисклеймер конечно финансовый совет я торгую к биткоину вот у меня этот профит лосс именно к биткоину меня интересует дико он мне нравится к доллару как бы он тоже что-то рисует здесь но вот за неделю биткоину главная прибавка за день вот мы немножечко отвалились пока так что чё тут скажешь все круто на самом деле подписывайтесь на канал ставьте лайк пишите комментарии не забудьте добавить в телегу напишите что вы думаете об этом 5 сайкл топ индикаторе о доминации ждет ли нас отскок перед продолжением альт сезона или нет что с 5 сайкл топ вершины ли это цикла или нет потому что смотрите ну тут и дивер а у нас с вами на дневках не на недельках понимаете у нас вот цена идет наверх рс идет вниз плюс 5 сайкл топ сейчас нам сигналит что в целом мы можем увидеть как минимум хорошую коррекцию или там флэд какой-то перед продолжением роста так что будьте осторожны я не говорю прям что это точно будет но он может также там же 5 сайкл топ работает примерно в три дня то есть он может создать прострел куда-нибудь наверх на 90 и также быстро его сдуть тенью так что будьте очень осторожны сейчас в этом регионе торгуйте астана торгуйте аккуратно со стопами холодной головой а у меня на этом все это был фла ла ла грин и джо с вами на канале крипто комманс и увидимся в следующих видео пока всем профит и и и и и и и и